МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был опыт новый, потому что это была поощрительная поездка для наших воспитанников, благодаря тому, что наш город в лице нашего главы Жанны Александра Белоцкой и командира части подписали договор о сотрудничестве. И сейчас наши воспитанники имеют непосредственно возможность побывать в действующей войсковой части и познакомиться с жизнью и бытом солдат, которые сейчас проходят там службы. Раньше такого не было? Нет, было. Только это были поездки запланированы. С 2009 года мы ездили по городам нашей страны, потому что договоры заключались с разными подразделениями. Есть такие традиционные наши партнеры. Это город Курган, патриот Ямала лагерь, на базе нашего училища погранвойск. Это, естественно, юный капитан лагеря, который базировался во многих городах. Это Новороссийск, поселок Кабардинка, потом город Анапа, сейчас это Санкт-Петербург, город Кронштадт. То есть у нас опыт уже есть. Трудно ли все-таки ребятам было привыкнуть вот к этим армейским будням, как они вливались в этот ритм и что им больше всего запомнилось? Вот что сами дети так говорят? Ну, естественно, трудность в чем состояла? То, что мы приехали в первый день в три ночи, а в шесть утра мы уже побежали на зарядку. То есть воспитанники спали всего три часа. Ну, а так большая часть воспитанников знакома с распорядком вооруженных сил, знают, как что происходит, потому что побывали в военных лагерях, сборах и так далее. А некоторым, да, это было впервые и в новинку. Если говорить о частоте вот таких вот выездах, насколько все-таки часто происходят подобные... Не командировки, конечно, я даже не знаю, как это правильно назвать, экспедиции, выезды, грубо говоря. Ну, получается, что у нас традиционно это раз в год было летом. Сейчас такую возможность мы получили вот благодаря нашим заслугам, воспитанники, поимели такую возможность, что на осенних каникулах мы имели возможность выехать вот именно в действующую часть. Сколько объединений сегодня работает в вашем центре, если говорить в общем о кадете? Какие наиболее пользуются спросом, скажем тогда, среди воспитанников? Ну и что, грубо говоря, преподается в этих объединениях? Ну, у нас на сегодняшний день 13 объединений по трем направлениям. Это гражданско-патриотическое, там всего два объединения у нас, это волонтеры, память и журналистское объединение. Это военно-патриотическое объединение, куда входит начальная военная подготовка, военные виды спорта, военно-прикладные, как гиревой спорт и так далее, стрелковая подготовка и спортивно-здоровительное направление. Ну, естественно, самое, наверное, военно-прикладное пользуется спросом, потому что туда входит единоборство все. Вот, воспитанники имеют такую возможность приобщиться, во-первых, военно-спортивным мероприятиям, состязаниям и так далее, и себя подготовить к службе в рядах вооруженных сил, а именно к войскам специального назначения, таким как ВДВ, спецназ, морская пехота и так далее. Ничего себе. Ну, кстати говоря, вот про журналистику, это для меня открытие прямо. Чем там, ребята, реально военную журналистику? Мы выпускаем боевой листок, небольшое свое издание по нашим победам, по нашим участиям и так далее, отражаем это в виде небольшой газеты формата, значит, А4. Вот. И своего рода, как бы, это небольшой вестник о наших достижениях, наших участиях во всех мероприятиях. Это тоже, как бы, наш опыт такой, скажем, в этом направлении, в новом направлении, потому что это очень тяжелое направление. Здесь очень надо иметь такую возможность мало того, что нужно фотографировать и так далее, нужно грамотно составлять тексты, надо уметь верстать и так далее. Это очень тяжелая работа. В принципе, как бы, скажем, пока мы ощущаем трудности небольшие в этом направлении. Обращайтесь, подскажем, если что, у нас опыт большой. Если говорить, скажем так, о текущих реалиях, да, вот в этом году мы отметили юбилей со дня победы в Великой Отечественной войне, но на Ямале был объявлен год Защитника Отечества. Это как-то сказалось на Вашей работе? Как таковое оно не сказалось, но оно придало более статусность, большую статусность, придало нам большую ответственность. И, естественно, я думаю, что это придало какую-то нам толику такой гордости, потому что большая часть наших сотрудников отслужили в рядах вооруженных сил, в том числе и женщины. Имеет звание прапорщиков и так далее. То есть это дает нам какой-то повод о том, что мы не забыты. Естественно, своей работой мы поддерживаем этот уровень. И все мероприятия у нас проходят, посвящены, естественно, 70-летию победы Великой Отечественной войны и посвящены году Защитника Отечества. Если, кстати, говорить о мероприятиях, в этом году вот сколько успели провести до ноября, скажем, включительно? Какого масштаба были эти мероприятия? Значит, у нас в среднем в год 80 таких мероприятий больших, которые, значит, городского уровня и, естественно, участие в окружных и всероссийских мероприятиях. То есть мероприятий очень много. Внутреннего характера мероприятий еще больше. Вот. Охват, естественно, воспитанников очень большой. Несколько тысяч воспитанников мы охватываем. Если, грубо говоря, одно соревнование в среднем у нас где-то 50, от 50 до 80 участников. Если говорить о планах и перспективах, все-таки еще остается какое-то время до конца текущего года, до новогодних праздников. Успеете что-нибудь еще провести? Да. У нас, как бы, скажем, вот в том году было ноу-хау. Мы провели на призы Деда Мороза соревнования среди работающей и учащихся молодежи. Откликнулись очень много организаций. Очень приятно, что были газовики, нефтяники, УВД и так далее. Вот. И не говорим о том, что сотрудники наших центров приняли участие. Это было для вот такой категории людей, которую мы редко забываем. Поэтому, как бы, они редко у нас участвуют. И мы решили, что вот это вот одно из... Ввести его как в рамки традиционно. Естественно, у нас еще остались соревнования по стрельбе нашей внутренней, по стрельбе среди инвалидов, которые мы вот проводим. И, естественно, у нас очень много приглашений на всевозможные мероприятия, которые проводят другие учреждения, где мы тоже иногда вплоть до того, что мы не успеваем. Просто предложение несколько приходит на одну дату и приходится выбирать, где мы можем принять участие. Ваши воспитанники — это частые гости действительно соревнований до призывной молодежи. Вы уже оговорились в начале нашей беседы о том, что действительно достижений много. Но вот какие из них вы могли бы выделить особо? Есть ли что-то, чем действительно вот кадет сегодня прям гордится? — Ну, конечно. Это хотелось бы как бы озвучить для людей, которые живут в нашем городе и сказать, что это победы, в принципе, посвящены нашему городу, потому что мы выступаем под флагом как команда города Ноябрьска. Вот. Тут не только воспитанники кадета, тут воспитанники, например, 8-й школы, 2-й школы, нефтегазового университета и так далее. Мы не делим детей. Дети нашего города. И они, конечно, свою победу посвящают нашим жителям. Это в течение 9 лет мы практически один раз уступали в командарме и патриоте это окружные соревнования по военно-прикладным видам спорта. В этом году, я считаю, что это может быть планка очень высокая. В этом году мы съездили на всероссийские соревнования, на спартакиаду до призывной молодежи России в городе Рязани, где было 39 команд, и наши воспитанники в общем за счете стали 8-е, а по начальной военной подготовке, то есть наш хлеб, мы стали первые в России. Естественно, люди там задумались. Привезли тоже один из пяти кубков самых больших и медалей за первое место, которые разыгрывались на этих соревнованиях. Я думаю, что это очень большое достижение, и это как раз администрация города заметила, и вот как раз это поощрительная поездка и была. Кстати говоря, о составе, скажем так, ваших воспитанников, кто добывает эти победы, есть ли среди них представительницы, так сказать, номинально слабого пола? Да, я хочу сказать, что вот интересный факт такой, что вот в том году у нас проходили соревнования традиционные. Ну-ка, парни, 23 февраля, вот, и эти соревнования выиграли девочки. Команда девушек нашего города, сборная, она выиграла команду парней, которые являются чемпионами неоднократными города. Но девочки у нас тоже сейчас входит в состав команды, у нас по три девочки на каждых окружных соревнованиях принимают участие. Поэтому там, в этой команде тоже были призеры окружных, чемпионы окружных соревнований. И своим трудолюбием, своим упорством они доказали, что они нисколько не уступают юношам. Девочек ходит очень много вот на начальную военную подготовку. Я хочу сказать, что мы, вот, как бы скажем, для части жителей города являемся, видимо, как подготовительной базой для поступления в вузы специфические, такие как МВД, МЧС и так далее. И девочки к нам тянутся. Почему? Потому что они имеют возможность такой подготовиться как раз к поступлению. Это физическая подготовка, это знание начальной военной подготовки. Вот эти базовые знания мы даем. Все это, конечно, понятно, все это хорошо. Но я сомневаюсь, что кадет занимается исключительно военной подготовкой. Понятно, у вас есть много каких-то там объединений, кружков, секций. Хотелось бы знать еще вот что. Все-таки занимаетесь ли вы помимо этого какой-то просветительской, скажем так, деятельностью, обсуждаете ли с воспитанниками ситуацию сегодня в мире? Может быть, говорили о тех событиях, которые сегодня в Сирии происходят, об участии российских войск в этом конфликте? И как-то вот пытаетесь донести, зачем, почему? Я вам больше скажу, что вот у нас была последняя беседа. Мы были когда в Чебуркуле. Мы с настоятелем церкви, которая находится в самом городе, мы поучаствовали, несмотря на то, что у нас были и ребята-мусульмане, мы поучаствовали в крестном ходе, познакомились с атаманом города Чебуркуль, познакомились с настоятелем церкви, провели вот как раз была беседа как раз на эту тему. О том, что батюшка нам, как бы, скажем, дал такой завет, что и наказ, чтобы мы пореже обращали внимание на ту информацию, которая стекается по тем средствам, как компьютер, где есть сейчас возможность у каждого ребенка получить информацию непроверенную, где могут завербовать и так далее. Вот, то есть, такие беседы у нас проводятся. Причем, если это проводит тренер, который постоянно работает, это один уровень, а когда проводит посторонний человек, это совсем другой уровень. То есть, такие беседы мы проводим. То есть, у нас они практически проходят. И естественно, в непринужденной обстановке, когда мы находимся в раздевалке, пьем чай и так далее, здесь вот как раз и проходят такие беседы, потому что дети высказывают свое мнение со своей колокольни. Вот и тут основная задача нашего преподавательского состава направить детей в нужное русло. Кстати говоря, я слышал, что сегодня организация ИГИЛ, которая официально запрещена в России, вербует в том числе и детей. Вот вы как-то стараетесь предупредить вот эти вот моменты, объясняйте детям, что есть хорошо, что плохо? Ну, я так думаю, что в принципе своими поступками, своей работой мы показываем детям, что нужно делать правильно, а это немаловажно. И если как бы каждый взрослый в нашем городе будет это делать, то я думаю, что мы будем примером, достойным примером, и дети пойдут по нашему пути, по правильному пути. Но не исключая возможность, что всевозможными обманами, манипуляциями, всевозможными средствами, как листовки, книги запрещенные, естественно, сайты запрещенные, а все, что запрещено детям интересно. Они заходят, смотрят и на кого-то воздействовать могут. Я не говорю, что 100% мы даем гарантию, что вот наши дети именно так пойдут по нашему пути. Но все возможно, потому что есть дети подверженные воздействию, есть дети, которые целеустремленные и так далее, не знают, они уже выбрали некоторый себе путь. Поэтому вот тех детей, которых могут свернуть с дороги, хотелось бы немножко как бы повести в нужном направлении. Надеюсь, что у вас это получится. Будем надеяться. Кстати, если говорить о патриотизме, вот вы много все-таки общаетесь с вашими воспитанниками, что вы вкладываете в их понятие о патриотизме? Как все-таки пытаетесь дать понять людям, что есть одна страна, которую нужно защищать, и все в таком духе? Я так понимаю, что патриотизм нельзя измерить, например, каким-то измерением. Это не литры, это не килограммы, не километры. Патриотизм, он в принципе проявляется в действиях и поступках человека, в его отношении к своей родине, к семье, к дому, к городу и, естественно, в общем, к стране. И я так думаю, что если поступки наших воспитанников будут в этом направлении правильные, адекватные, мы какую-то работу выполняем правильно. Спасибо вам большое. Дай Бог, чтобы и дальше у вас все получалось так же, как есть сегодня. Новых вам побед, спортивных и не только. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был директор Центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи кадет Юрий Рогалев.